добрый добрый день но дорогие друзья давно мы не виделись с вами я очень рада приветствовать вас на своем канале анны антрея медитация эзотерика психология последнее время случилось много важных событий много изменений много всяких разных необычных явлений и прежде всего это конечно же моя дача с появлением дачи конечно я стала практически отсутствовать в городе не иметь возможности делать видео и записывать какие-то длительные послания для вас потому что очень много времени за стала занимать у меня ремонт и восстановление антикварной старой мебели конечно это все не просто так это что-то такое глубоко глубоко душевное произошло в моей жизни я бы хотела сегодня с вами этим поделиться очень многие люди читая мои книги знаю мою историю они знают что все что со мной происходит это вот либо какие-то осознанные сновидения либо какие-то проявленные события в жизни но больше всего вы знаете меня потрясла вот эта синхроничность вот это вот совпадение временных парадигм это что мы с вами не всегда понимаем как явление которое называется время и мне бы хотелось немножко рассказать вам о том что это такое как это происходит вот в нашей реальной жизни когда время пласты времени совпадают и ты возвращаешься в ту точку где когда-то закончилась твоя какая-то многомерная жизнь и ты словно начинаешь жизнь заново когда я писала свою книгу снов заканчивая эту книгу я писала в принципе историю которая реально происходило со мной с главными героями которые меня окружали это были люди которые со мной были связаны в сфере журналистики сфере медиа и когда я писала эту книгу я совершенно не понимала что все эти люди это существа из какой-то вот параллельной наверное реальности с которыми я когда-то была связана и завершая эту книгу вот буквально вот последние главы когда я дописывала мне были открыты мои прошлые воплощения чем это в чем вот собственно говоря здесь такое вот необычное что-то вы знаете как я прочитала потом в некоторых вот источниках то что прошлое воплощение нам открываются тогда когда наша душа готова принять их отработать и пойти дальше и в одном из прошлых воплощений моя жизнь прервалась в сорокалетнем возрасте в том воплощении я была женщиной клары ей было около 40 лет 39 вот так где-то 40 когда она ушла из этого мира это были 60-е годы прошлого столетия 60 70-е годы где-то вот тот период и в полном рассвете сил в прекрасном молодом теле она покинула этот мир связи с определенными жизненными событиями событиями и судьбы событиями и их отношений с людьми с мужчинами с миром в целом она покинула этот мир и та женщина которая прожила ту свою историю трагичную она была перевоплощена и появилась я анна антре или человек который помнит свои прошлые воплощения вы знаете я очень долго думала о том как это донести до людей как вообще рассказать им про то что мы живем не одну жизнь что мы многомерные существа что наша жизнь она и длительная и она измеряется не только вот родился вот женился там пошел учиться в каком-то времени умер она измеряется тысячелетиями ионами веками и наша жизнь это целый цикл когда мы с вами можем прожить опыт в разных в разных вот этих версиях себя и вы знаете когда я заканчивал эту книгу и увидела вот эту женщину мне показали в осознанном сновидении последние дни как она уходит как она поднимается над землей как она видит оставленных своих детей и она ушла в том же самом виде и возрасте в котором я сейчас нахожусь и когда появилась моя дача вот этот дом он словно знаете замерзшие во времени потому что те люди которые строили этот дом в моем длинном вот этом видео которое я создавала целый месяц очень много видео щупа удалялась но вот из того что удалось сохранить я вот создала этот фильм и выложила его вот последний на своем канале называется переделка старой дачи возвращение в прошлое можете посмотреть это мой такой творческий опус когда я создала это вот но на своих творческих началах так вот когда я вернулась купила эту дачу те люди которые владели этой дачи они умерли где-то в 60 70 годы прошлого века это тоже очень символично потому что с того времени дача была как будто бы замершая дом был построен хозяин этого дома рано скоропостижно скончался по каким-то личным там причинам здоровья его старая мама была почтальоном в этой деревне и она тоже ждала что появится ее дом она в нем поживет и как только дом выстроился она умерла а через год скончался сам вот собственно тот строитель который этот дом построил но и вот с этого времени как будто бы домик замер как будто бы случилась тишина и покой весь этот участок зарос он был настолько заросший настолько закрыты от взглядов людей окна были напрочь забиты ставнями просто наглухо закрыты и в доме была темнота и мрак и когда мы впервые нашли этот дом с мужем когда мы его выбирали я помню я подошла к этому дому подумала ведь этот дом более 30 лет ждет своих хозяев и в нем никто по-настоящему не жил и не заботился о нем и вдруг мы эту дачу чудесно купили я уже об этом рассказывала и когда мы ее приобрели первая реакция было конечно то что огромное количество труда работы и просто ну физически нам это было нереально сделать но так как у меня в жизни случились изменения я стала абсолютно свободным художником писателем поэтом творцом там кем там можно назваться вообще свободной душой я посвятила себя вот восстановление этого пространства все время занимала восстановление это реконструкция это восстановление старых вот этих предметов и вот будто бы со мной начался какой-то квест понимаете то есть когда пространство с тобой играет первое что я нашла это тяпка старая очень со старой ручкой той наверное еще хозяйки которая была почтальоном я помню и вы знаете весь участок вся земля была закидана кирпичами но возможно разрушали старый дом много шифера кирпича было просто раскидано по территории нашего участка но естественно это все заросло это просто превратилась в полнейший как говорится капец потому что нужно это все было доставать и вот я думала как же я найду все эти кирпичи чтобы мы могли как-то вот копать возделывать эту землю везде кирпичи это невозможно загнать культиватор ничего вообще сделать невозможно и я обратилась к этой тяпки и мысленно говорю милая тяпка но это называется знаете гуси когда разговариваешь с тяпками ну и я говорю вот вот потому что ее держала рука человека владелицы этого участка и это для меня не просто тяпка а это палочка деревянная с металлическим наконечником которая владеет определенной информационной памятью и я говорю мысленно помоги мне найти кирпичи который нужно удалить с участка и я просто целую гору кирпичей благодаря этой тяпки нашла потом немножко поломалась эта палочка уже от древности и муж мне сделал новую ну и после этого я поняла что пространство со мной взаимодействует то есть идет контакт идет общение и находясь уже в доме когда я стал делать ремонт я делала большое количество дел мыло убирала красила то есть все это постоянно постоянно некогда был запись видео вообще я просто выпала из пространства я перестала что-то писать читать создавать я просто ушла в какое-то другое многомерное измерение я стала абсолютно счастливым человеком и поняла что счастье есть когда ты делаешь свое любимое дело когда ты красишь когда ты восстанавливаешь когда ты даришь вторую жизнь этим старым предметом и вы знаете пошла такая очень серьезная квантовая энергия я просто просыпалась утром от того что я вижу как вокруг меня идет поток энергии как вот эта световая матрица входит в меня и выходит как идет огромное количество просто невероятного света и ты просто должен в этот момент вот принять это раствориться и не создавать сопротивление на что ты будешь жить откуда придут деньги я уволилась у меня абсолютно вот не было никакого абсолютно не дохода ничего я закинула в чат предложение съездить шерегеш в горы посетить мегалитические там древние сооружения посетить верблюды и у меня сразу же набежало нужное количество людей мы поехали в шерегеш мы сначала съездили на святой источник потом шерегеш и мы в принципе оказались вот в удивительном тоже вот этом контакте и я заработала какую-то сумму денег которая мне была необходима для того чтобы дожить до следующего какого-то этапа ну и так далее кроме того что в принципе я с голоду не умираю у меня есть муж у меня какие-то есть еще остатки там этих отпускных у меня есть иногда приходящие клиенты потому что я сейчас закрыла все проекты в принципе занималась только вот своей дачей и вы знаете хочу сказать что совершенно не было у меня желание сейчас заниматься заработком денег куда-то кого-то привлекать вот вообще вот просто вот поток идет и ты в нем это большое счастье вообще когда мы ездили в шерегеша одна из участниц дина спросила меня а чтобы я делала если бы у меня был достаточно денег меня не надо было бы их зарабатывать и я тогда подумала как это было бы здорово когда тебе не надо зарабатывать деньги и ты просто делаешь свое любимое дело не думая о том заплатят тебе не заплатят ты просто вот восстанавливаешь эти сундуки ты пишешь эти книги ты создаешь что-то и ты не думаешь о том что тебе нужно это зарабатывать это вообще уникальное конечно ощущение и я бы мечтала наверное о том чтобы человечество пришло к тому чтобы так мыслить и так жить ну и вот когда мы приехали собственно говоря в шерегеш случилось заряд таких интересных событий сначала мы приехали на святой источник на святом источнике у многих людей оголились их какие-то травмы какие-то их болевые ощущения какие-то их нежелания чего-то там еще и вот на святом источнике пришлось практически мне вот пронаблюдать как люди трансформируются какая у них идет энергетика и самое интересное было то что это был 18 июня день святых на руси и в этот день как будто вот эти все святые люди которые были заживо закопаны и испытали просто нечеловеческие страдания и мучения все эти люди были праведниками которые защищают нашу русь и вот восстанавливая свой старый дом находя предметы антиквариата посещая вот это святое место я вдруг как будто бы наполнилась той духовной жизненной энергией которая называется про славянский суперэтнос я впервые осознала себя как душа русская пришедшая созвездия лебедя я это знаете вот раньше как-то вот чувствовала ну вот как-то вот как-то так ну да наверно где-то мне во сне это показали здесь я увидела что я по-настоящему русская душа мне все равно что говорят какая идет анти анти вот человеческая политика я знаю что то какова моя душа такова вообще наша матушка земля я вот с ней какое-то вот единство и общность ощутила ощутила что во мне просто живет этот свет это красота это процветание и это было для меня что-то узнаете вот вообще фантастическое вот и когда мы приехали в шерегеш так получилось что часть людей у нас там в баню ходили часть там плавали в бассейне а некоторые девушки оказались ну не очень хотели такие все вещи делать они хотели пообщаться в тесной такой практике и ко мне подошла подошли несколько человек в мой отдельный домик и до часу ночи мы беседовали на тему тех негативных программ которые работают нашей голове как нас зомбировали как вообще человечество над ним совершили искажения как вообще на внедрили вот эту всю парадигму деструктивную вы знаете друзья я вспомнила тот сон когда я шла на планету земля на воплощение я очень смутно но хорошо помню этот сон что мы летим в космическом корабле и мы летим в какой-то залетаем такой рукав галактики а навстречу летит черепообразное какое-то металлическое существо с ликом подобный вот череп только он из металла и он длинный как змея и вот это вот конструкция тоже кораблей разведчиков она как будто бы циркулирует в галактике проверяет кто сейчас зайдет вот в этот рукав наши вот этой системы созвездия млечного пути и я понимаю что вот они нас сейчас если увидят то они нас просто поглотят и мы не попадем и вдруг мы как бы проходим сквозь эту вот этот вот темные вот это вот такое вот конструкцию и попадаем на нашу землю я рождаю здесь и все и потом стирание памяти полное стирание памяти и я уже проживаю вот ну вот просто людьми там том воплощении в другом и вот сейчас как будто бы я все эти свои знания собрала все свои воспоминания все свои концептуальные знания все что мне показано было я это увидела и вдруг я вспоминаю что вот эти вот программы которые были даны нам и что это человечество но контролировалась много-много веков тысячелетий контролировалась поток вот этого нашего сознания и в какой-то момент я понимаю что мы должны были сейчас мы от этого освобождены что нам дали возможность освободиться двигаться дальше развиваться и представляете я вижу такую такой сон необычный на даче вот буквально в это время будто бы на нашу планету ну как спустились сознание ну по божественного уровня и вот эти сознания но не не боги они просто сверхразумные существа которые смотрят на нас вот как вот ну как вот мы например смотрим там на популяцию там не знаю обезьян или популяцию там различных животных вот они на нас так смотрят и показывают мне в одном из этих снов как формируется наше сознание человеческое тело от молекулы до вот этого вот какого-то взрослого состояния и когда я это вот все увидела я понимаю что они нас рассматривают что мы должны стать зрелыми осознанными душами и вдруг я вижу как они как но один вот как бы мужское сознание божественное посылает такую мысль послание что неужели можно быть настолько духовно неразвитыми настолько мы отстаем от космоэволюции и являемся просто ну как это сказать абсолютно вот не реализованы планом который должен был быть реализован и это не грусть не какие-то там осуждение это просто оценка объективная что мы вот настолько деструктивный деградативный что наш в принципе образ мышления образ сознания он в принципе не соответствует космическому плану представлять эволюционным а мы в него сейчас переходим я проснулась вот знаете вот вот с ощущением что вот как вот пришел куда-то допустим магазин а у тебя денег в кармане нет или то в кошельке и на тебя смотрит этот продавец и оценивает тебя вот насколько ты вот эффективный покупатель можешь ли ты сейчас вот купить ту или иную вещь и видя что ты что-то не можешь купить он уже перестает чтобы общаться просто его не мотивируешь и вот я что-то такое подобное ощутила что мы как будто вот знаете подошли к комната космическому переходу а нас то там никто не ждет мы слишком недоразвитые и что мы как будто бы вот вроде как у нас и шанс то есть а мы даже о нем не знаем и вы знаете какая-то вот такая у меня печаль на эту тему случилась короче я на эту тему очень сильно задумалась и мы приехали в шерегеш и я наблюдала за пространством что происходит какие события дальше происходят и вот когда я красила эти старинные сундуки эти старинные шкафы я ловила себя на том что я счастлива что даю этим вещам вторую жизнь ведь когда-то они получили справа на существование они служили людям они были полезны они выполнили этот план и теперь когда я их крашу они как будто бы могут жить дальше эти старые сундуки этот старый самовар эти старые шкафы табуретки так далее стулья стол они просто как будто бы знаете вот перешли в новую вот эту вот другое временное пространство другой континиум и все и они снова свежие они снова красивы и они твердые крепкие это не dvp не dsp которые мы покупаем и она потом выкидывается там аля икея из собранных каких-то там ну простейших элементов да и я понимаю что все эти вещи они прошли как будто бы проверку на прочность им дали жизнь дальше ведь вещи тоже имеют право жить дальше также как какие-то там не знаю возможно сознание там животные так далее и вот размышляя об этих всех вещах я приехала в шерегеш в горы и конечно же там свои трансформации произошли когда мы остались диной вдвоем сначала сани с диной мы занимались тем что мы вытаскивали из себя те негативные программы которые больше не дают нам счастья жизни то есть они у не эффективны допустим программа что ты допустим должен стать лучше чем ты есть и тогда ты получишь что-то ты должен похудеть и тогда те купят новое платье или жизнь начнется где-то когда-то а сейчас жизни нет вот мы сейчас слишком бедны а вот станем богаты и тогда наша жизнь начнется и вот таких программ я увидел очень много но всяких разных они как бы личные но суть такая что они все какие-то деструктивные то есть вот ты вот такой а вот если бы ты был бы такой то я бы тебя любила то есть программы которые нам внедрили матери травмы отчуждения и так далее короче мы по вытаскивали часть каких-то там личных программ и вдруг мы осознали в сидя вот в этом контекстуальном поле что есть еще миллиарды программ которые просто деформаты которые внедрены и они просто работают на ментальном плане как мусор как ну как шлак и вот их нужно убрать программы насилия людей друг над другом программы психологического употребления поимение друг друга использование друг друга унижение друг друга ради самоудовлетворения повышение своего эго и уничижения другого человека и так далее мы вдруг короче на вытаскивали какое-то количество деструктивных программ и резко в какой-то момент мы уже час ночи мы уснули отрубились просто так вот заснули все пачкой сколько нас там было в комнате но я один они ушла то есть мы просто на разных там диванах уснули и все и утром рано ну как рано часов восемь утра мне снится что ко мне подлетает такой металлический шар весь он соткан из этих деструктивных программ у него есть крылья у него зеленые глаза которые вот как в фильме ужасов нам показывают эти всякие там демонические силы с этими зелеными глазами ядовито зеленого цвета и вдруг как будто бы вот эти вот про я вижу вот этот шар как сгусток этих деструктивных программ насилия над детьми над людьми убийство друг друга ну в общем все тяжелые жесткие античеловеческие программы и я вижу что вот этот шар он подлетел ко мне так как я это наверное выпустила вытащил смотрит на меня и вот его глаза полны грусти и печали вы знаете как те вампиры которые их время кончилось и они мечтают о смерти потому что даже смерть может быть благословением я помню эти слова сказанные в махабхарате когда даже смерть может быть благословением иногда сознание настолько исчерпывают свою энергию времени и пространство а уйти не могут и в этом их страшнейшее наказание и вот тогда я поняла что да ведь смерть это смена мерности пространство а им некуда измерить это некуда уйти и они остаются вечном наказание в вечном вот этом вот воздаяние и вот когда ко мне этот шар подлетел с этими зелеными сияющими глазами я вдруг поняла что он ждет какой-то утилизации или помощи или что-то что я решу этот вопрос и он в меня вот так двух и вошел я проснулась я проснулась лежу и думаю ну вот вытащили мы короче программы а куда их теперь деть не подумали и никуда их недели а возможно активировали что-то на каком-то информационном ментальном плане я подумала тогда о том что первая мысль какая у меня была куда же я могу это теперь выместить из себя но какое-то время я смогу это нести ну потом я должна это выместить я подумала что мы идем в горы мы идем в те места где лежат древние камни и эти камни возможно будут тем местом который сможет запечатать эти страшные программы насилие всех женщин над всеми мужчинами всех мужчин над всеми женщинами убийство ближнего отказ от насилия над детьми отказ от использования и любого причинения вреда другому отказ от причинения вреда всем сознательным духовным существам отказ от причинения вреда матушки земле отказ от причинения вреда природе от всех проявлений живой природы от причинения вреда всем проявлением живой сознательной природы в общем вот этот вот отказ сформировался моем сознании как необходимость к исполнению мы поднялись в горы оказалось очень классная погода замечательно просто рассеялся дождь тучи облака все было здорово и часть людей у нас отправилась на крест сопровождении моего мужа владимира он повел людей на крест где располагается огромный такой монумент на вершине горы и часть людей физически подготовленных они пошли на этот крест а я осталась теми людьми которые не могли идти и не хотели по разным причинам может быть ранее были и мы остались значит на вот этой вот площадке где лежали древние вот эти камни и я помню я подошла к одному камню положила на него руки и произнесла вот эту вот просьбу обращение к матушке земле чтобы она запечатлила забрала запечатала в камень все эти деструктивные программы которые летают которые люди продолжают создавать силу своего деформированного сознания в силу своего безграмотного состояния в силу внедрений в силу искажений чтобы матушка земля все это забрала трансформировала преобразила в свет его что-то очень хорошее позитивное и ровно после этого момента мне показалось что это энергия меня покинула а потом мы сели в медитацию мы сильно эти камни и начали петь мантры выпили мантру ом выпили мантру асат ума садского я мантра которая означает веди меня от тьмы к свету от неведения к ведению от лжи к правде к истине от всего нехорошего к прекрасному вот эта мантра является моей личной которую мне дали в посвящении и когда я ее пропеваю я возвращаюсь гармоничное состояние сознания кроме этого у каждого человека есть своя какая-то мантра то есть набор тех звуковых световых матриц произнося которые мы с вами восстанавливаем свой световое поле и можем идти дальше и можем совершить эволюцию в своем развитии своем сознании так вот дорогие друзья когда я это все совершила и мы пропели эту мантру и потом обратились к матушке земле я попросила прощению матери земли за все причиненное за весь вред который совершают люди осознанно неосознанно вольные или невольно естественно из мой класс потекли слезы целые реки слез потому что это не имеет предела и оценки каждый из нас ответственным за то что он вносит в этот мир за то что он выпирает зато какие опыты он проходит и за то что он использует животных людей детей всех людей всех существ которые не могут дать отпор и совершить защитить себя каждый осознанный человек несет за это ответственность я конечно не могу взять ответственность за всех людей и не имею на это никакого морального и духовного права но я попросила прощения за себя лично за тех людей которые находятся моем окружении я на них так или иначе повлияло за это я попросила прощения и со своей стороны я стараюсь делать так чтобы мир вокруг меня преобразовался преображался и шли какие-то изменения к лучшему насколько это конечно приносит пользу возможно об этом истории умалчивает но время имеет безграничную свою череду и она в любом случае покажет нам так или иначе то к чему мы пришли это какие у нас есть права и обязанности когда мы выдвигаем свои права мы не должны забывать своих обязанности обязанности к своему роду к народу и ко всему человечеству и вот вернувшись назад я завершила ремонт на своей даче я собрала все свои атрибуты я выставила сундуки тары комод я выставила различные стулья там стол я все это покрасила все это украсила я повешала старые занавески я надела платье которое привезла мне светлана лежащие хранящиеся в шкафу ее мамы больше 35 лет и я вернулась в то время где когда-то умерла где когда-то закончилась моя прошлая жизнь когда мне было ровно столько же как сейчас я надела это платье и я вернулась в то состояние в то время я сидела у своего дома на фоне старого дерева на фоне бидонов как будто я в то время вернулась и получила продолжение временной парадигмы моя жизнь раскрылась в будущем вот эту блузку привезла мне тоже светлана и это блузка тоже из натурального материала очень красивая которая сейчас является предметом современных трендов примерно такой горох такую классику сейчас носят эти вот воланчиками рукава я очень хотел записать это видео в этой блузке потому что у меня нет возможности записать его на даче в таком спокойном свободном состоянии чтобы помедитировать порассуждать кто-то там всегда отвлекает прибегает шумит и в общем не получается пока мне создать пока такую локацию возможно сейчас это будет ну уже реально когда появился мой дом моя камерная атмосфера и я думаю что уже сейчас да получится и вот в этой блузке вот в этом своем состоянии я вернулась в то самое состояние как в сон прошлого где я когда-то была героиней другой жизни другого романа и та жизнь остановилась закончила а сейчас она продолжается как будто мне дали продолжение этой книги снов после сна наступило пробуждение после пробуждения наступило творение если вы хотите прикоснуться к этим необычным энергиям к этим знанием которые дали мне учителя космоса учителя света я предлагаю вам посетить странички моих книг познакомиться с этим на страничках моих романов все что там написано является истиной ничего не придумано ничего не преображено ничего не при скажем так приставлено к тому что есть истина и все в этой книге это послание человечеству поэтому дорогие друзья я благодарю вас всех за внимание за то что вы услышали меня и за то что этот удивительный монолог вы прослушали до конца и я дарю вам всем эту книгу тем кто развивает так то стремится к улучшению своего внутреннего мира как следствие мира внешнего я этот дар посвящаю ваша анна антре заходите на литрес читайте скачивайте обе мои книги и я верю что вам откроется то сакральное знание которое сейчас люди ищут по всему миру а настоящее знание всегда открыто и бог его разлил во всей природе он ничего не прятал от нас я приглашаю вас посетить страницы моих романов посетить то многомерие в котором есть истина и вернуться к себе тоже настоящему я вас уверяю это не секта это не какие-то определенные религиозные течения это просто изменение сознания когда ты проживаешь жизнь во сне и вдруг ты пробуждаешься начинаешь понимать и видеть какова настоящая действительность а потом ты переходишь из пробуждения в состоянии сотворения и ты сотворяешь новый мир и это подарок нам подарок нам существам в этой реальности где над нами были совершены страшные эксперименты и знаете в паскриптум хочу сказать что у толки иного властелине колец есть такая метафора в которой он говорит о том что кто такие орки орки это когда-то были эльфы над которыми были совершены страшные фашистские эксперименты и они стали демонами поэтому каждый из нас имеет право выбирать получать истинные знания и я с любовью и благодарность вам их также дарю на литресе заходите по ссылке и читайте книги андре